Только видя ситуацию на местах, можно дать оценку условиям проживания и оказать необходимую помощь нуждающимся. А потому под особым контролем у председателя Знаменского сельского исполнительного комитета Сергея Головенко в первую очередь многодетные семьи, одиноко проживающие, старики и инвалиды, не списывают со счетов также и тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Цель наших сегодняшних посещений – это проверка противопожарного состояния, в первую очередь домовладения, подготовка и оборудование мест, рабочих мест, мест обучения для школьников, которые собираются в школу, насколько это соответствует безопасности, насколько там качественно выполнена проводка. Как правило, мы сегодня пойдем, это многодетные молодые семьи, они недавно поздавали дома, мы еще раз хотим убедиться, что созданы все условия для безопасной жизнедеятельности. В первую очередь направлена данная работа на обучение, разъяснение, пояснение гражданам основ безопасности жизнедеятельности. В ходе бесед разъясняются требования пожарной безопасности к эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств, сжиганию мусора на присадебных участках, а также эксплуатации автономных пожарных извещателей. В Знаменском сельском совете 790 домовладений. Каждую семью не посетишь, поэтому существуют списки лиц, за которыми осуществляется контроль. Эта плановая и систематическая работа не прекращается круглый год. По итогам таких визитов заполняются учетные формы и ведется статистика. Наша цель сегодня – посмотреть условия воспитания, содержания, проживания несовершеннолетних, подготовку к началу учебного года, наличие всех необходимых вещей к началу учебного года. Многодетные семьи, как и другие категории семей, у нас в зоне повышенного внимания, так как скоро начало учебного года, это уже такой финальный, заключительный этап проверки семей. В графике визитов сегодня семья Левчук. В ней воспитывается трое несовершеннолетних детей, двое из которых – школьники. Здравствуйте. Мы смотровая комиссия. Знаете, с какой целью прибыли. Хотим вручить вам пожарные извещатели, заодно проверить условия проживания ваших деток. Пожалуйста. Милости просим. Спасибо. Молодая семья недавно построила дом и пожарные извещатели – та важная деталь, которой здесь как раз не хватало. Порой маленькие приборы могут уберечь от большой беды. Комнаты второклассницы Юлии и шестиклассника Саши просторные и чистые, с новой мебелью и ремонтом. Обустроены рабочие места, где дети будут выполнять домашние задания. Закуплена школьная форма и концтовары. Что ж, настало время подвести итоги визита. На момент посещения критериев социально опасного положения выявлено не было. Семья благополучная. Родители занимаются воспитанием, содержанием несовершеннолетних. Уделяют им достаточно внимания. Комиссия отправляется по другим адресам. Ее миссия продолжается. Ведь тех, кому нужна поддержка, а может и просто добрый совет, немало. Если в результате этого мы сохраним кому-то жизнь, не допустим ни пожара, ни гибели от внешних каких-то источников, надо считать, что мы работаем не зря. И весь этот большой коллектив, который задействован в работе, он добросовестно хорошо выполняет свое дело.